Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы новости – магазин «Время подарков». Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Сохранить главное богатство курорта. В Анапе усилился контроль за состоянием песчаных дюн. Отныне транспорту проезд на пляж закрыт. Гарантия трудоустройства, высокая стипендия, проживание, одежда и питание – такого не предлагает ни один гражданский вуз. Институт береговой охраны ФСБ России провел день открытых дверей. И в новостях спорта. Спортивная школа номер один формирует команду на краевые соревнования ПТКВНДО. На недавней встрече губернатора Кубани с активом Анапы Александр Ткачев выделил одну из проблем Анапы – загрязнение пляжных территорий. Песчаные пляжи курорта уникальны. Потерять их – значит потерять главное природное богатство и инвестиционную привлекательность курорта, заявил губернатор. И дал поручение усилить работу по сохранению золотого богатства Анапы. Как идут уборочные работы на пляжных территориях, выясняла наша съемочная группа. В этом направлении уже приняты конкретные решения. Одним из таких стало закрепление пляжных территорий за каждым заместителем главы и начальниками управления. Сотрудники администрации уже приступили к контролю за состоянием пляжа и активно взаимодействовать с арендаторами пляжных территорий. Кроме этого, на протяжении всего Пионерского проспекта до поселка Витязева закрыты все доступы к морю для автомобилей и квадроциклов. В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, статья 65, часть 15, пункт 4, въезд автотранспорта на пляжные территории запрещен. В соответствии с этим законодательством федеральным, мы закрываем пляжные территории на шлагбаумы. Въезд разрешен только спецтранспорту по уборке пляжных территорий. Въезды на пляж помимо шлагбаумов контролируются патрулями из казаков и работниками полиции. И летом и зимой сотрудниками предприятия объединения курортных услуг производятся работы по уборке пляжных территорий. Ежедневно в уборке задействовано 5 единиц техники и порядка 20 человек, рассказывает директор МОПАКУ Роман Макаров. Но в этом году работы у них прибавилось. Приходится демонтировать торговые конструкции, которые некоторые предприниматели после курортного сезона не стали убирать самостоятельно. И таких отголосков высокого сезона на пляжах достаточно много. Сейчас я хочу обратиться к предпринимателям, которые после летнего курортного сезона 2012 года оставили конструкции на пляжных территориях. Мы планируем завершить работу по уборке пляжных территорий от конструкции в течение 2-3 недель. Также обращаю ваше внимание на то, что вы должны этому способствовать. До курортного сезона еще больше 3 месяцев, но подготовка к нему уже идет полным ходом. Анапские пляжи должны встретить отдыхающих во всей красе, чистоте и безопасности. А для этого придется потрудиться и не только администрации города, а также всем арендаторам и предпринимателям, обслуживающим пляжи. Иначе договор аренды может быть не продлен. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа. Регион. 1 марта 2013 года заканчивается прием заявления на сдачу единого государственного экзамена. Желающие сдать ЕГЭ в этом году должны поторопиться. Более того, до 1 марта нужно определиться с перечнем предметов, которые нужно будет сдавать на госэкзамене. А для этого будущий выпускник должен знать, какие вступительные испытания его ждут в будущем. Сейчас много информации по этому вопросу есть в сети интернет. Также специально для этого ежегодно перед началом сезона подготовки к единому государственному экзамену все вузы страны проводят ознакомительные и рекламные кампании. Центры занятости населения организуют ярмарки учебных мест. А вот Анапский институт береговой охраны ФСБ России провел день открытых дверей для выпускников школ, возможно, будущих курсантов ведомственного института. Ученики выпускных классов из Крымска, Абинска, Новороссийска и Славенска на Кубани впервые оказались на территории института и с нескрываемым интересом знакомились с его историей, особенностями службы и перспективами. Зам. начальника института Алексей Рубан коротко рассказал о преимуществах обучения по сравнению с гражданскими вузами. Наши выпускники – это не выпускники гражданских вузов, которые выходят за ворота учебного заведения и начинают себе искать работу, куда себя пристроить. У нас четко спланирована разнарядка. У нас нет конкурентов. Если у пограничных вузов, или так называемых вузов пограничного профиля, которые охраняют сухопутную, или готовят специалистов для охраны сухопутной границы, их на сегодняшний день у нас пять таких вузов, наш вуз единственный, единственный вуз. Поэтому работы у нас есть и перспектива есть. Мы готовим специалистов по двум специальностям высшего профессионального обучения – это судовождение и пограничная деятельность. По среднему профессиональному образованию – семь специальностей, срок обучения – до трех лет. Ни один гражданский вуз не может похвастаться таким набором привилегий для студента. Это и обмундирование, питание, жилье, стипендия. В первый год – до полутора тысяч, и последующий – при заключении контракта – около 15 тысяч рублей. Ну и, конечно, воинское звание и трудоустройство по окончании вуза. Многим ребятам такие перспективы пришлись по душе, а некоторые уже в школе практически стали военнослужащими. Мы стоим на юно-армейском посту номер один города Новороссийска, который несет вахту памяти на площади героев, посвященная всем ветеранам военно-похороненным в боях за малую землю. Я хотел бы учиться не только просто. Я давно уже мечтал о ФСБ, но и больше мне нравится как-то пограничное. Мне нравится военная профессия, военное дело, все, что с ним связано. Будем пробовать, поступать, дальше видно будет. У меня отец военный, я видел, как это. Вместе с тем поступить сюда довольно сложно. Нужно обладать отличным здоровьем, хорошей физической подготовкой, пройти профессиональный психологический отбор, сдать вступительные экзамены и быть признанным годным к военной службе по контракту в органах Федеральной службы безопасности и обучению в образовательных учреждениях ФСБ России. После этого школьники посетили знаменитый музей института, который через два года отметит 30-летний юбилей. Есть такая профессия – родину защищать, но далеко не каждый на это способен. Этот день многих из ребят утвердил в намерении связать свою жизнь с военным делом. Остальных заставил серьезно задуматься над своим будущим. В спорткомплексе средней общеобразовательной школы номер один прошел финал смотря конкурса строевой подготовки под названием «Красив строю, силен в бою» на кубок ветерана Великой Отечественной войны командир батареи легендарных «Катюш» Николая Корнеевича Бомка. В смотре конкурса участвовали победители и призеры второго этапа строевой подготовки. Все подробности у Светланы Авиловой. В параде участвуют команды победителей второго этапа смотра конкурса строевой подготовки. Это ученики гимназии «Эврика», школьники из 1, 7, 5 школ, казачата из 12 и 18 школ, курсанты морского пограничного лицея «Анапы». Ребята от Чиканя Шак должны продемонстрировать выправку, строевую подготовку и выучку необходимые качества будущих защитников Отечества. Смотр конкурса «Красив строю, силен в бою» проходит на кубок ветерана Великой Отечественной войны Николая Корнеевича Бомка. Для молодого поколения он яркий пример мужества и героизма. После окончания 6-месячных курсов начальной военной подготовки 17-летним мальчишкой пришел в вооруженные силы. В Великую Отечественную стал командиром батареи легендарных «Катюш». Мне бы хотелось, чтобы вы сегодня, вот в присутствии Николая Корнеевича, который прошел длинный боевой и трудовой путь, показали элементы одиночной выучки, слаженность строев, исполнение строевой песни и доказали, что вы лучшие. Хорошо, что у нас есть люди, готовые участвовать в защите Отечества и готовить себя к этому. Поэтому пожелаем вам здоровья, успехов и чтобы в военной батареи у вас были только учебные на картах и здесь, в спортивных залах и на полигонах. Отряд в одну шеренгу становись, равняйсь смирно, по порядку рассчитайся, командует Влад Шинкаренко, ученик первой школы. Здесь он самый маленький командир, так как учится только в третьем классе. Но, как говорят, маленький да удаленький. Выправкой и четким шагом, речевкой и песней он и его команда просто покорили судей. Тебе нравится маршинка? Да, мне нравится это. А чем? Тем, что это ужас, отвага, честь. Я давно хотел стать моряком. Курсанты морского пограничного лицея считают, такие смотры-конкурсы воспитывают в них дух любви к родине и уважения к славной истории российского государства. Бесспорное чувство гордости, мужества, чувство команды и ответственности за результат соревнований здесь испытывает каждый. И в каждом есть уверенность в том, что в случае необходимости он встанет на защиту родины. В казачьих классах уже есть те, кто носит первые награды в своей жизни. Которые находятся слева, это знак казака. Да, то, что справа он за отличную учебу и примерное поведение. Справа у меня это знак казак России, а слева это знак казаченок Кубани. Справа знак означает принадлежность к войскам. Его дают за хорошие показатели в учебе, за дисциплину. А слева знак дают за победы в соревнованиях, за активное участие. И тоже за дисциплину и за хорошую учебу. По окончании смотра судьи решили не разделять команды на первое, второе, третье место. Раз ребята вышли в финал, то они уже победители. Поэтому кубками и медалями были награждены все командиры команд. Кикбоксинг, каратэ, кабудо и другие виды боевых искусств осваивают ученики детской юношеской спортивной школы номер один, расположенной в Субсехе. Это одно из самых посещаемых спортивных заведений города-курорта, руководит которым заслуженный работник Кубани по физической культуре и спорту Василий Самарчиев. На базе школы прошли общегородские соревнования по тхэквондо, в которых приняли участие более 70 спортсменов. И как оказалось, практически все они воспитанники этой школы. Подробно в сюжете. Соревнования прошли в двух возрастных категориях с 10 до 17 лет. Всего более 100 спортсменов. Отделение тхэквондо открылось в первой спортивной школе всего год назад. И на сегодня является пока единственным в городе, но одним из самых многочисленных. Ведь этот вид спорта олимпийский. Интерес к этому виду спорта очень большой. И я думаю, что мы в своей школе будем в городе развивать этот вид спорта. Наши ребята уже боролись, боролись на уровне края, уже завоевали медали. Мы участвовали в международных таких соревнованиях, где завоевали медали наши ребята. Поэтому тренер достаточно высокая, полисфикация. Поэтому результаты будут. Я думаю, что наши ребята в скором будут участвовать не только на первенстве города, края, но и на Россию, и на международных турнирах. Сегодня эти ребята пока еще делают первые шаги в большом спорте. Но с таким заслуженным тренером, как Арсен Курбаналиев, вице-президент Федерации Кабудо Краснодарского края и главный судья этих соревнований, бесспорно не добьются результатов. Довольно-таки нужен мне спорт, как я считаю, чтобы защищать себя и родителей, и сестер. Я раньше на карате ходила, это лучше, потому что там жестче били, а здесь полегче бьют. Становлюсь в два раза, или в десять раз, или в сто раз сильнее становлюсь. Поскольку практически все спортсмены-воспитанники первой спортивной школы, то закономерно, что в командном зачете она абсолютный лидер. А вот кто поедет на краевые соревнования, покажет отбор и дальнейшие упорные тренировки. Лариса Басова, Андрей Стародубцев, Анап Регион. Далее информация о погоде на завтра и блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Время подарков». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь до завтра. Всего доброго и до свидания. В четверг, 21 февраля, в Анапе будет солнечно. Температура воздуха в дневные часы 5-7 градусов тепла, ночи прохладнее до плюс трех. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте плюс 4 градуса по Цельсию. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи 4 квартал 2013 года. Телефоны 48333 и 48300. Подарки должны радовать и оставаться на память. Дарить чувства прекрасного и украшать нашу жизнь. Отражать внутренний мир и подчеркивать стиль. Времена меняются. Подарки остаются. Сау.